Вот такой вот у меня костюмчик летний. Я еще его в этом году не одевала. Он такой прикольненький, мне нравится. Всем приветики! Начинаем новый влог. Начинаем его вечером, как уже вводится. Вышли мы погулять. У нас сегодня жара, наверное, был самый жаркий день. Где-то, я не знаю, сколько. Ну, 36-37. Вообще невозможно было такого состояния, такой упасть, не встать. Вот. Мы решили купить себе мороженое. Вот это в рожке. Стоит оно 2,10. Ну, не знаю, в принципе, недешево, наверное, но оно бывает у нас только летом. Оно вкусное, самые разные вкусы. Вот. Вчера Саша у меня отжал мороженое, поэтому придется купить ему полноценную порцию. Вот. И себе. Поэтому сейчас выберем какие-нибудь вкусы и что-нибудь купим. О, дай. Подожди. Это папина. Подожди. В общем, взяли с Сашей. Это какое-то голубое маршмеллоу. Там какие-то такие, да. У Кости самое вкусное. Вот этот ром из шоколад, изюм. Вообще классно. А это, ну, такой себе греческий йогурт на сметану похоже, честно говоря. У Кости, конечно, самое вкусное мороженое. У нас сегодня возник с Никитой Спор. У нас есть кондиционер. Ну, мы купили квартиру с кондиционером. Мы им не пользуемся. Ну, учитывая, что очень сильная жара, он говорит, давайте включим кондиционер. Ну, во-первых, чтобы включить кондиционер, надо его каким-то образом прочистить. Потому что там наверняка скопили всякие бактерии, грязь, пыль и прочее. Если им не пользовались долго, ну, как долго, ну, не знаю, пользовались бывшие владельцы, не пользовались, ну, не суть, да. То есть его как-то надо прочистить. Потом я, например, не люблю, когда закупорены все окна, и надо включать кондиционер, или как включает обогреватель зимой, и все вот закупорить. Я люблю, чтобы был свежий воздух, пусть он и горячий, уличный, но чтобы он шел с улицы. Ну, и опять же, просто потому что кондиционеры надо чистить, а иначе это будут просто распространяться какие-то бактерии, какие-то микробы. Ну, вот как-то так. Но он у нас есть, и вот, я говорю, некоторые очень хотят потыкать кнопочки. Но пока мы этого не делаем. Здесь так хорошо сидеть, наблюдать за улицей, мимо кто-то ходит. Сидел бы и сидел бы. Но уже все съедено мороженое, надо куда-нибудь выдвигаться, походить. Саша уселся и сидит. Говорю, мы там ночью съели, а он еще никак. У нас Саша закапризничал. Хотел пойти, там какой-то фонтанчик такой маленький был. Совсем такой вот, ну, на остановке. Хотел там подойти, не знаю, что там хотел делать. Если что-то не по его всем. И он нам закатил тут скандал. Кстати, давно уже такого не было. Он так вот частенько делал в более раннем возрасте. Сейчас уже вроде нормально, а тут опять 25. Это такое позорище. Он кричит, там на всю улицу мы идем. В общем, вроде бы это быстро прошло, не то что раньше. Идем на Советскую площадь. Все-таки готовятся там к празднику города. Я смотрю, устанавливают что-то. Вчера в Грю только флаги были яркие. А сейчас там тоже что-то. Сейчас подойдем поближе, посмотрим, что там такое происходит. Идет подготовка, что-то устанавливают. Ну, сцену устанавливают, да. Устанавливают сцену. Будет музыка громыхать. И все такое прочее. Ладно. А мы идем дальше. Что за поза такая на самокате? Везите меня, везите. Ну, у нас, как водится, погуляли с Костей и Сашей. Вышли на ночную прогулку с мамой и с Никитой. Сидим на Советской площади здесь снова. Ну, потому что куда еще идти? Здесь просторно. Нету домов в окружении, поэтому прохладно так хорошо. Уже начинает темнеть. Вот здесь вот везде огни. Огни, лепота. Можно просто посидеть, а не бегать за Сашей, не ходить. Жизнь кипит. Кто-то гуляет, кто-то на велосипедах ездит. Спать никто не собирается. И это правильно. Смотрите, что у нас происходит. Стихия бушует, бушует. Такой ливень, ураганы просто такие вообще. Там вообще тоже. Ой, за капель не видно. Ну, в общем, море, просто море везде. Такой ливень. Ужас просто. Нету, представляете, какая погода. Посмотрите, как течет вот все. Вот сюда, вот с крыши. Реки просто, просто реки. Снова сегодня делаю блины. Давно их не делаю, потому что очень поднадоело. Поэтому после перерыва можно, так сказать, сделать. С чем блины? Значит, здесь сгущенка такая вот рогачевская со сгущеночкой. Хорошо. Еще в светофоре покупали, но я не знаю, давно стоит. Честно говоря, не ела что-то в этот раз. Вот такая вот помазка, лесные грибы. Что-то я попробовала, даже невкусно. Вот надоело, или что раньше уходила на ура такая помазка. У нас сегодня день следующий. Я вышла на базар. Хочу купить ягоды, клубники, черешни и, может быть, мороженое. Потому что там оно, там много разных магазинчиков на базаре. Там оно дешевле, чем где. Но я покупаю по килограмму. И там, ну как, по килограмму сейчас нет. Есть по 900 грамм. Там оно стоит 9 рублей. А везде по 15. Вот здесь, во всех магазинах. Как бы, ну, очень такая существенная разница. Практически в два раза. Вот. Никита сдал экзамен. Сейчас позвонил по белорусскому языку. Предыдущий сдавал по математике. Сейчас вот сегодня сдал по белорусскому. И находится там его учебное заведение недалеко от базара. Я говорю, давай-ка вместе сходим. С тобой встретимся. Потому что оно тяжело одно нести, на самом деле. Вот. А он уже где-то здесь позвонил. Мы все никак не можем с ним договориться. Он готов до бесконечности договариваться. Поэтому надеюсь, что все-таки сейчас мы с ним встретимся. И пойдем на базар вместе. Перешла дорогу. Хочу рассказать о том, как вот мама лечила вчера зубы. Вчера-позавчера. Она почувствовала, что у нее обломался кусок зуба. Вот просто не с того ни с чего. Ну и записалась. И ей, естественно, еще там нашли, полечили. Там три, по-моему, зуба. А этот ей вырвали. Он там далеко. Весь такой никакой раскрошенный. Ну, короче. Вот за все, за все. За все эти там сколько получился? Три зуба. И полечить, один вырвать. Она заплатила 300 рублей. Ну, я говорю, лечить зубы – это очень такое дорогое удовольствие. Просто вообще. И это, конечно же, ну как, мы не ходим лечить зубы в какие-то там поликлиники. Ну, сами понимаете, что там вам не вылечить, непонятно, что она делает. Есть частные клиники. Очень много. Понатыкано везде. Но мы не знаем, какие они там, что там такое. Она пошла в государственную поликлинику, но хозрасчетную. Там тоже ценник такой, ну, высокий, я говорю. Каждый зуб обошелся в 300, там, ой, в 100 рублей. Ну, вырвать зуб стоит 50 рублей. Это минимум. Ну, в итоге она заплатила 300 рублей за все. Вот. Я просто помню, когда мы ходили возле наших бывших там старых квартир. О, сейчас траву укусит, наверное, ничего не страшно. Возле наших бывших старых квартир есть стоматология. Мы туда ходили. Больше не пойдем. Почему? Потому что один раз маме там порезали язык. Да, именно так. Там была молодая такая докторша. Я не говорю, что она плохая. Она старательная. Но она реально чуть не отрезала ей язык. Маме зашивали язык потом. Представляете, она через трубочку там что-то пила. Это вообще было просто от ас. Кстати, пойдете лечить зубы, вам не дать нахрен отрезать. Бывает и такое. А я туда, помню, записалась. Мне части сделали. А потом мне пришла смс-ка вот утром. Что прием отменяется. Помню, на обоих им утра был. Я ночь, грубо говоря, не спала. Ну, не то чтобы не спала. Ну, как бы волновалась. Тому понятное дело. Я вообще все это к этому так отношусь. Волнительно для меня все это. Приготовилась. Там стало рано. Там не ела. Ничего, естественно, да. И мне такая смс-ка перед выходом. Прием отменяется. Я там уезжаю в другой город. Твою мать. Я после этого туда тоже не могу. И так не делается. Буквально перед выходом. Вот на самом деле. Поэтому приходится ходить вот в эту вот клинику. Я говорю, ну, сыны, в принципе, наверное, везде одинаковые. Зубы лечить это дорого. О, встретились мы, наконец, с Никитой. Ну, как ты сдавал? Говоришь, нормально написал? Нормально. Думаю, написал. Текст попался тот же, что и на УКР был. Ну, писали где-то месяц назад примерно. А диктант писали сейчас, да? Нет, изложение. А, изложение. На белорусском, да? Все как положено. А ты там текст легкий был на полюзор. Ну, смотри. Ну, в общем, все. Экзамены сданы. Что тебе дальше? На работу через... Четвертую на работу. Грубо говоря, через пару дней, да? Ну, да, через пару дней. Ты идешь точно. Каникул вообще нету, все. Да, я там буду часа четыре где-то проводить машину и все. Как большой отучился, экзамены сдал и на работу сразу. Ну, так чтобы лето не протирать, как обычно. Ясно. Ладно, идем на базар. У нас в городе постоянно сейчас вот какие-то работы проводятся. Где-то плитку кладут, где-то траву укощат. Без конца везде какие-то шумы, что-то там они делают. Ну, вот как-то так. Получается тяжело, конечно, им на жаре работать. У нас один день побыло такое, ну, дожди, а сейчас снова жара. Очень, конечно, тяжко, но зато, за то лето. Вот он наш центральный рынок, так сказать, Минский базар. Сейчас перейдем на дорогу, здесь просто тень, а там солнце. Мы вот сейчас здесь перейдем на дорогу и пойдем покупать. Так, в общем, что мы купили на базаре? Купили вот такое вот мороженое 900 грамм, 9,45 стоит. Так, черешни купили по 8,90 за килограмм. На 10 рублей вот такое вот. И такая вот потемнеет уже на 10 рублей. Купили клубнику, клубника по 7 рублей на 15 рублей вот здесь вот купила. Ну, и помидоры по 6,50, перчик один, не помню сколько. Огурцы дорогие, по 3 рубля. Ну, вот, в общем-то, такие покупки с базара.